Федеральный проект детский спорт, в котором Ивановская область участвует вот уже 5 лет, в этом году дополнился аналогичной региональной программой детский спорт 37. Это позволило убить сразу двух зайцев. Во-первых, количество школ, где ремонтируют спортзалы и переснащают спортплощадки увеличилось. А перечень территорий, чьи учебные учреждения могут претендовать на дополнительные средства, стал шире. Таким образом, федеральная программа рассчитана на сельские школы, а региональный проект берет на себя малые города и поселки. Губернатором Ивановской области Станиславом Сергеевичем Воскресенским было принято решение поддержать школы поселков и малых городов. И из бюджета Ивановской области были выделены средства в сумме 36 миллионов рублей на то, чтобы мы в 2019 году могли помочь этим школам тоже модернизировать спортивную базу. И назвали мы этот проект «Детский спорт 37», потому что это средство регионального бюджета, это наше региональное решение, наша региональная программа. В этом проекте в этом году участвуют 13 школ поселковых и школ малых городов, таких как Наволоки Кенешемского района, Юрьевец, Южа, Палих, Лежнево. То есть вот те школы, которые не являются сельскими поселениями и они не могли участвовать в федеральном проекте. Федеральный проект в этом году рассчитан на 10 сельских школ. В 7 ремонтируют залы, в 3 приводят в порядок спортивные площадки. Песцовская школа Комсомольского района как раз участник федеральной программы. Новое спортивное сооружение открыли в сентябре. Работы велись все лето. Участок непростой, рядом склон. Большое внимание уделили дренажным системам, чтобы площадка служила долго. Вот установили 3D-ограждение. По всему периметру площадки наружное освещение. Площадка имеет современное покрытие из резиновой крошки, стандарт, разметку, стойки волейбольные, баскетбольные стойки, щиты, оборота для мини-футбола, ну и, конечно, спортивные тренажеры. Стоит такая площадка более 3 миллионов рублей. 900 тысяч выделено из районного бюджета. Теперь в теплую погоду уроки физкультуры непременно проводят на улице. Спортивный зал у школы маленький, а здесь могут заниматься сразу несколько классов. Ну вот смотрите, сейчас легкая атлетика и спортивные игры. Осень-то стоит не очень-то, но мы используем все дни. Все дни используем, одеваемся там потеплее и, соответственно, занимаемся. Нас пока все устраивает. И лыжная подготовка, я думаю, мы здесь накатаем лыжню и будем кататься. Тем более у нас места больше нет, негде заниматься. В Песцовской школе учатся 345 человек, в том числе и ребята из соседних деревень. Чем занять себя во внеурочное время, теперь ответ один. Ну, во-первых, гимнастика, то есть как разминки, можно в баскетбол, можно просто побегать. То есть вот даже к нормативам ГТО готовятся здесь очень удобно. Вынесли инвентарь и готовимся. Школы малых городов и поселков скоро тоже смогут претендовать на федеральные средства. Правда, есть одно но. Потребность сельских школ должна быть удовлетворена на 100%. В связи с этим мы провели мониторинг. И у нас получается так, что на 2020 год у нас есть еще 9 школ сельских, в которых еще вообще не проводилась эта работа. Они не участвовали в проекте, поэтому они станут участниками этого проекта в 2020 году. Мы рассмотрим возможность участия еще одной школы какой-то поселковой. Будем это делать в рамках отбора. А с 2021 года, 2021-2022 год, уже по предварительным данным у нас есть средства федерального бюджета, которые на этот период нам предусмотрены, бюджеты Ивановской области. 10 школ, поселков и малых городов и в 2021, и в 2022 году включатся в этот проект. Участники федеральной программы на все виды работ получают одинаковую сумму – 2 миллиона 140 тысяч рублей. Регион в этом вопросе немного щедрее. Помимо всего прочего, средства предусмотрены на спортивный инвентарь и благоустройство территории. На залы выделяют 2 миллиона 700 тысяч рублей, на площадке – 3 миллиона рублей. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново, Комсомольский район.